Вдовы погибших в авиакатастрофе пограничников подали апелляцию на решение военного суда. Родственники экипажа и пассажиров Ан-72, потерпевшего крушение под Шимкентом, пытаются отсудить страховые компенсации. Ранее в погранслужбе заявили, что деньги были перечислены в Министерство финансов, но там опровергли эту информацию. Мы хотим получить наши деньги, которые нам положены. И вот надеемся, что решение суда отняется в нашу пользу, чтобы ответственность несла пограничная служба, а не Министерство финансов. Страшная авиакатастрофа произошла в декабре три года назад. Жертвами крушения стали 27 человек, экипаж и высший состав пограничных войск. Суд признал виновным диспетчера шимкентского филиала КАЗ Аэронавигации. Его осудили на шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Страховая компания выплатила погранслужбе крупную сумму. Один миллиард сто миллионов тенге должны были перечислить семьям погибших. Но в ведомстве заявили, что средства были перечислены в Министерство финансов и попросили родственников все претензии адресовать туда. В Минфине эту информацию не подтвердили, поэтому жены и матери готовятся к новому процессу с погранслужбой. Кого может защитить пограничная служба, если даже к семьям своих погибших сотрудников вот такое отношение? Как это звание вообще после этого можно носить? У меня просто гипотетически такой вопрос к вам, к пограничникам. Спасибо.